хорошая тема на самом деле и спасибо что мы здесь сделали правильный выбор мне нравится что бог наш не диктатор он дает каждому человеку выбор право выбора если ты выбираешь жизнь и за жизнью последует богоцене или ты выбираешь смерть это проклятие это ад это муки и наша тема сегодня на кофе хаус это вопросы касательно судьбы и касательно удачи и вот этот мультик мне понравился на самом деле мы сегодня обсуждали тоже историю когда так попало в мои уши одному человеку было предсказано что он умрет от того что ему что-то ударит в голову то есть погибнет от удара голову и что он делает он продает все своемение жилье все что было покупает палатку едет в горы и думает обманул судьбу крыша на голову не падет от гор далеко и ничего не вроде бы не предвещала беду да и однажды утром он выходит с палатки потянулся такой жизнь наладила все хорошо обманул судьбу в это время пролетал над ним орел в плюве он держал черепаху человеком пустил эту черепаху она ударила по голове и о чем как бы с этого всего я делаю вывод судьба это то что прочитаю что об этом говорит мир что об этом говорит википедия да интересно а потом я как бы шо о этом говорит слово божие потому что моем понимании судьба как бы ну это раньше тоже было это то что мы не можем повлиять изменить это то что как бы нам предсказано так она и сбудется как бы такое понимание в принципе у каждого было да может еще кого-то стало и что мы никак не можем повлиять на свою судьбу ну слово божие это на совершенно другой я как бы сейчас прочитаю то что было написано википедии судьба это удел предопределенный или складывающая складывающиеся независимо от воли человека то есть это здесь не зависит вообще человека понимать от его выбора ход его это ход его жизни то есть дальше жизненный путь совокупность событий обстоятельства жизни существованию чего-либо или кого-либо дальнейшее существование чего-либо или кого-либо стечение обстоятельств доля или участь это то что говорит сегодня википедия слово божие я короче начал искать библии и открыл симфонию и хотел что вообще в слове божьем говорится о судьбе и нашел только одно местописание которое говорит о судьбе хотите вам причитаю вообще лично мое понимание что жизнь человека она по-любому находится в руках бога это не зависит но от стечения обстоятельств и это притча 29 26 написано многие ищут благосклонности лица правителя на судьба от господа аминь это одно местописание которое нашел итог судьба от господа также мы знаем такие местописания сердце царя в руках бога и он управляет их как потоком его есть такое есть такое дальше мы знаем что любящим бога признанным по своему изволению все содействует ко благу знаем такое знаем такое это что слово говорит о судьбе нашем понимании вот что слова и потом написано также что и волос не упадет с нашей головы есть такое с безволица есть такое есть точно также что и птица небесная не упадет без воли отца зачастую мы там смотрим упала птичка или собака машину сбила или там еще что-то да мы думаем как а на самом деле но если мы будем смотреть словами библии то написано без воли отца даже птица небесная не падает вспомнил историю вспомнил историю пастыря когда они отдыхали на десне лагерем стояли и к ним прибегал лис там лисенок и там были ну пастырь отдыхал тоже семьей собаками этот лисенок воровал там или пищу или что и пастырь хотел его отпугнуть взял кусочек палочки такой да ну и кинул и попал ему в голову да и убил лисенка и пастырь очень сильно расстроился и он рассказал эту историю мы пришли обратно к слову божьему говорим птица небесная не падает без воли отца и мы начали думать ну вдруг этот лис был бы бешеный раз такой вперед что лис и это и понимаем что ну он мог усить кого-то из людей там дети были собаки были понимаем все 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 то есть что происходит это по воле божьей аминь аминь дальше идем я взял потому что много мыслей было взял так чтобы не забыть ничего есть я для себя такую заметку есть воля божья и зависит от нас подчиняемся мы ей или нет и она для нас благая годная совершенно и смотрите судьба как бы я но не судьба скажем так наш выбор сегодня хочу чтобы вы услышали наш выбор сегодняшний предопределит наше будущее если я сделаю выбор правильный сегодня она предопределит мое будущее то есть хороший ли это выбор правильный это выбор да идти в частности за богом я понимаю что мое будущее это господь моё будущее это вечность это благословение или вы и я выбрал на сегодняшний день я выбрал жизнь и то же самое можно выбрать смерть да смерть это грех который ведет к смерти мы часто вспоминают о миссане похоть же защищавший рождает грех грех защищавший рождает смерть то есть то же самое бог дает сегодня право выбора нам где мы хотим проводить свою вечность как мы хотим сегодня жить то есть и мне нравится за это бог что он действительно дает выбор свободный выбор каждому человеку вот так же он дает нам напутствие и предлагает выберешь жизнь а для того чтобы выбрать тебе жизнь тебе надо действительно подчиниться воле божией подчиниться его уставам подчиниться со слову божьему все навсего и будет тебе жизнь и будет тебе благо и так же я в википедии посмотрел что википедия нам пишет о удаче удача это можно назвать так исход событий независимых от человека и там же ну такие примеры типа это азартные игры спорт лото и прочее всякое непотребство и я вспоминаю себе себя когда я еще жил рассчитан на удачу когда я думал что судьба это в моих руках всегда каждый раз когда играл в автоматы в игральные тоже молился но молился другому богу я молился так и говорил бог если ты есть ты слышишь и и бог же говорят не фраер да он все видит и слышит то дай мне выиграть дай мне что-то выиграть я рассчитывал на удачу на фарт на фортуну я рассчитывал на это но она не приходила ко мне и сегодня также был такой вопрос я проиграл все что было все что можно было проиграть и ни разу не выиграл сегодня уже делился однажды выиграл может быть 200 долларов но проиграл десятки тысяч долларов и однажды когда я выходил с игрального помещения мне удалось украсть большую сумму денег и я считал это большой удачей понимаете это действительно была удача понимаете удача она тоже требует жертвы и однажды я еще когда был обращенный я услышал когда верующие люди даже не верующие всегда там желают удачи человеку да удачи тебе там и я услышал другую сторону я услышал когда верующие духовные люди сказали что никогда никому не желаю удачи потому что за удачей стоят бесы и демоны стоят и это не от бога и я принял для себя это и никогда никому не желал удачи с того момента как я услышал и когда мне люди желали желали удачи я всегда говорил я удачу не верю я верю в божье благословение и это было поводом для того чтобы начать человеком говорить о боге вести освидетельствовать о Христе и еще такой момент что удача она тоже требует жертву я уже говорил я начал буквально вот на днях когда мне сказали подготовить тему я вспомнил думаю ну то что мне сказали верующие это хорошо я принял для себя посмотрю тоже источники в интернет и посмотрел что удача это был бес его называли молох и вот ему приносили жертвоприношение приносили младенцев он выглядел это была большая статуя в виде голова там у него была в виде тельца быка он был из меди и получается было сзади такое отсек где туда забрасывали дрова или что-то растапливали и у него большие были типа руки приносили на эти руки приносили жертву это основу маленьких детей и и с такими словами если ты хочешь удачи говорили ходили там жильцы если ты хочешь удачи то принеси жертву и вот они ездили поселением и говорят если ты хочешь удачи принеси жертву и жертву приносили детей и было условие матеря которые приносили своих детей они не должны были плакать и должны были делать вот такой вид если они действительно хотели удачливый год чтобы у них год был удачливым а вот эти все плачи детей их ложили на раскаленные руки и там сковородку какую-то и они заживо сгорали вот эти крики детей играли барабаны чтобы заглушать чтобы не было таких криков вот это такие жертвы приносили удачу вот это бесу этому и подумайте на сегодняшний день желаете вы сегодня кому-то удачи или вы лучше будете желать человеку божьих благословений успеха и еще что то есть освобождать духовные вещи ok и и нашему богу тоже нужна жертва вы знаете знаете что богу тоже нужна жертва и что-то за жертва должна быть дух сокрушенный наши сокрушенный дух это жертва ну это не детей не это дух сокрушенный полможен понимаете это наша жертва сегодня когда мы сокрушаемся перед план когда мы говорим что мы сами не можем ничего я лично сам ничего не могу может вы можете для сам нужно благодать божией при помощи ее смог потрудиться что-то сделать и вернемся к нашей же теме жизнь и смерть предложила тебе выбери жизнь читал сегодня среднюю книгу царств где описывается история за царя соломона все слышали на все слышали знаете сколько он милы жон и 300 наложниц и вот они были из разных народов с разных племен и у каждом народе были свои идолы и вот уже написано к старости соломона они склонили они склонили служить соломона идолом не то что они только служили написано они приносили он построил им капище и они приносили туда жертвы и то есть написано что и соломон служил там приносил жертву и после этого господь сказал и сказал господь соломону за то что ты уклонился от уставов моих не сохранил завета моего я отвергну от тебя царство я дам его другому то есть ну хотелось бы как бы по итог подытожить вы понимаете чем это да то есть соломон тоже начал поклоняться другим богам для сегодняшний день я понимаю ну идол это может быть все что угодно это могут быть наши дети это могут быть финансы это может быть работа это все то чему мы отдаем больше своего времени посвящаем это является идолом сегодня это наше поклонение сегодня тому чему с чем мы больше проводим время если ты сегодня выбираешь жизнь есть определенные условия есть условия тоже если я выбираю жизнь знаете какие это исполнение слова божьего и быть зовите с ним то есть если я выбрал жизнь то мне надо действительно соблюдать эти условия любить слово божие исполнять его не нарушать завет потому что соломон тоже у соломона с богом был завет он самый был успешный царь и самый богатый был царь он нарушил этот завет и бог убрал от него руку и забрал от него царство потому начинал хорошо закончил плохо я желаю нам сегодня и начать хорошо и закончить хорошо и дойти до конца и выбрать сегодня на сегодняшний день сделать правильный выбор выбрать жизнь аминь скобок благословит нас этого я мало ворудования Моё свидетельство тоже называется, как бы, недалеко от нашей темы, из смерти в жизнь. Ну, я расскажу о том, отрывке своей жизни, как я ишёл на смерть. Ну, самая жизнь, яку я помню, с 12 лет, даже с 10, ну, я ишёл целенаправленно на смерть. Ну, в 12 лет, короче, мной уже интересовалась милиция, я стоял на учёте. В 12 лет я начал употреблять наркотики. В 14 я уже употреблял наркотики внутривенно. Стоял на учёте в милиции, уже был судимый за кражи, короче, и всё в жизни набирало обороты в таком вот русле. Я был успешен, короче. Да, ну, в 16 лет у меня уже была вторая судимость, в 17 – третья. Ну, в 18 я уже, короче, был конченый наркоман с трёхлетним стажем наркотиков. Я первый раз, ну, заехал принудительно лечиться, ну, и столкнулся с таким контингентом. Да мне не кажут, малой, ты вообще красавчик. А чтобы всё получится, газуй. Ну, да. Сел в тюрьму в 18 лет. Ну, в тюрьме тоже всё, как бы, получалось. Освободился. В жизни ничего не менялось, как бы, наоборот, уже укоренел, уже увидел таких же, как я. Был один из них – наркоман, преступник. Кроме краски, там, дурить людей, короче, ничего не это самое. Ну, такая жизнь к хорошему не провела. Провела к тому, что я опять вскоре сел в тюрьму. Опять. Опять сел, вышел, ну, сел, вышел, сел, вышел. Ну, много так вот, много раз, короче. Сел, вышел, сел, вышел. На свободе подолгу не задерживался. Даже когда, ну, садился в тюрьму, то, вот, ну, там есть люди такого контингента, говорили, «Тато, человек, там, у него две головы, там, одну отобьют, ничего страшного, вторая есть». И потом, я был, как всадник без головы вообще, мне терять было всегда нечего. Вот так. Вив в себе. Короче, даже если заезжал, там, ну, давали там штрафной изолятора 15 суток, то я оттуда еле умудрялся выйти через 135, ну, потому что рил кабури, ломал решетки, короче, все там, ну, делал короче ход, ну, такое. Ну, в этом всем всегда мне влекло, что тут, ну, я уже, как бы, пришел к тому, что меня начало разочаровывать моя жизнь. И в действительности у меня была всегда борьба победить наркотики. Я в этом всем всегда пытался где-то своими силами бросить этот наркотик. Я уже понимал, что, ну, как бы, смотрел на себя, и понимал, что я иду на смерть, и мне не хотелось ожить. Я, короче, довел в себе до такого состояния, что в действительности мне каждое утро было противно. Ну, желания жить не было уже. Было желание быстрее умереть, и все. И, как бы, ну, глядя на окружающий мир, ну, я не бачил, как бы, в этом ничего хорошего. Ну, кроме денег, наркотиков, деньги, наркотики, и, короче, вот так вот оно захлестывало, захлестывало. Чем дальше, тем хуже и хуже. И, короче, в очередной раз, это я уже сидел пять раз, ну, у меня уже была куча судимостей. И, вот, пять раз я уже сидел, освобождался, как-то. И, ну, накануне Нового года, естественно, там собрались все мне близкие, такие же, как я, и просили, чтобы я, естественно, им там чем-то помог, разукрасили жизнь. Ну, то есть разговоры у нас были только о, ну, о каких-то кражах, о каких-то там моментах, наркотики, короче, искали мы все сообща деньги. И, ну, я, то есть, брал на себя такую ответственность и обязанность на Новый год, на эти праздники, друзьям своим, тех, кто оставался в тюрьме, ну, загнать наркотики. Ну, бата, там, на праздники и все. И в этом русле мы же все там договаривались, мне там записывали номера, телефоны, там объясняли, куди что зайти, ну, что на свободе люди, которые меня поддерживают, то есть помогут, что я не сам там, все это и это. Ну, и тоже там один такой момент, вот, хорошо, ярко выраженный, скажу, то есть один приятель, как бы, мне надо было сразу, вот я выйду, и там один человек принес бы сразу деньги, встретил бы меня с деньгами, прям под зоной, дали бы мне там нормальную сумму денег, и все. Вот, и что-то вон, вот, ну, не срастается с этим человеком, тот номер под зоной, он там кому-то звонит, он говорит, ну, этот человек номер потерял, и мы не можем найти этот номер, ну, что, ну, она, да, типа, она сразу, что выйду, я вас отзвонюсь, и до меня сразу поедут, дадут мне деньги. Ну, и что-то не получается, не получается, и это все затягивается, затягивается, ну, а в лагере, там, пересменка, то есть, мне эта смена должна освободить. Ну, уже там по селе, которую объявляют, что Панасенко, там, не придет там на вахту, там освобождение, все. Ну, в итоге я, как бы, уже жду туда, понимаю, что что-то, ну, вроде не получается, так как задумано было. И перед самой последней дверью, ну, это же там, пока там я, мне там рассмотрено, шмон провели, это все, пока там посмотрели, все, и уже выводят, мне зовет этот, бежит этот парень, стой, стой, там, ну, догоняет, и вот перед самым выходом мне, ну, вручая маленький новый завет, такой, и, ну, с таким, с подмигом, он говорит, там все самое главное для тебя. Ну, я ж понял, ну, то есть, на самом деле, там на белой строке был написанный номер телефона этого, он все-таки дожал этот вопрос, номер телефона. Ну, мы это самое берем, этот, я беру этот новый завет, милиция стоит, я еще что-то там пошутил, скажу, ну, вот я буду читать, как раз там ехать, ему буду читать, типа, новый завет, вот, что надо, то надо, ну, так вот, съерничал я как-то на этом новом завете. И в действительности, ну, это была уже рука Бога в моей жизни. Когда я, то есть, вышел, я не освободился, это у меня между пятой и шестой судимостью и ходкой, ну, секунда, глоток свободы. Мне стояла, уже ждала новая оперативная группа, меня инкриминировали новое преступление, и, ну, обвиняли меня в хищении наркотических веществ с пяти до десяти. И вот, ну, сразу наручники на руки, в машину сидят, ну, сзади два милиционера по бокам, два впереди, и мы едем, и я вот понимаю, ну, у меня в глазах начинает, ну, плыть картина всей моей жизни, что, ну, ничего хорошего в жизни нет, и, ну, як бы, все, это конечно. Я начал переживать так, и такие взрывы в мозгах происходят, что, то есть, ну, если я, ну, сегодня, ну, не решу сам с собой, ну, дальше, то есть, только хуже, и все. Я понимаю, ну, и милиция так настроена, короче, агрессивно, грубо на меня, что, как бы, отказ, не отказ, не отказ, а в отказе, они там уже меня пугают, что подожди, сейчас доедем, сейчас мы где там, ну, как бы, посмотрим, сколько здесь там жесткий, не жесткий, сломаем, ну, короче, все там на ИСПУ берут, и вот я еду, и проезжаю в родный город, короче, в 100 метрах от дома, можно сказать, по улице проезжаю, везут меня в Черниговскую область, ну, короче, это, ну, в ту область, где было совершено, ну, это предупреждение. И все, ну, как бы, дома там ждет меня мама, я же, естественно, отзвонился, ждут друзья, там ждут мне наркотики, ждут все там девушки, ну, это все вот так вот, как мимо происходит, привозят, ну, я уже начинаю, ну, я выбрал для себя позицию идти в отказ, то есть не принимаю, все, ну, короче, там так, поначалу дали типа понять, что подумай, то есть все там не прибили, подумай, ну, от я, и кинули в одиночную камеру, короче, ну, на самом деле, от это вот, ну, были не совсем законные действия, и милиция тоже понимала, что они неправы, то есть, ну, мне нельзя было так инкриминировать, мне надо было, ну, то есть три года назад судить по совокупности статей, там, ну, короче, в них ряд грубых нарушений было, я за это цеплялся, то есть я понимал, что, на этом я могу сыграть и развалить это дело, и я, короче, за это уцепился сильно, и на этом стоял, и, короче, когда меня закрыли на таке КПЗ, село Талалаевка, это вообще было что-то, короче, с 96 года это КПЗ прошло по европейским нормам вообще, а это, короче, 2010 год, и его, как бы, официально вообще не существует, заехал на такую камеру, где, ну, ведро, туалет, все, с ведром ходить надо, и все, и шуба на стенах, и лампы нема, вот эти окно, ну, и все холодно, ни отопления, ничего, и зима на улице, и, короче, что там, докурил я последнюю пару сигарет, это был уже дальше мой пост, первый пост, курить нема, есть нема, ничего нема, но есть новый завет, слава Богу, в действительности, как бы в этой, вот именно там я его звал к Господу, просто-напросто у меня был дикий рев, плач, ну, я бился головой об стены, я пол, я кричал, страдал, ревил, орал, я страх, как не хотел дальше продолжать так жить, просто-напросто, и, ну, не знал, как изменить свою жизнь, ну, там я прям просто, ну, я начал читать, я, короче, сразу вот в таких вот агониях упал на колени, покаялся, покаялся, после чего сразу пришло такое облегчение, я, ну, начал трезво мыслить где-то, я начал, ну, какие-то картины в своей голове слаживать, и вот, чтобы успокоиться, чтобы найти какие-то утешение себе, я начал читать Новый Завет, я начал читать Новый Завет, и мне начал открываться так вот, я понял в действительности, мне, как их, ну, звучали те слова того преступника, того, який мне в последнюю секунду дам его, я говорю, это тут вот, это для тебя самое главное, я читал, я видел, как бы, вот эти, там, все притчи Иисуса, там, про Сына Заблудившегося, там, про то, все, я все вот это, все это, во всем этом видел себя, я так его, именно, пропитывался этим всем словом, и оно меня вдохновляло, вдохновляло, но, ишла же борьба за, то есть, меня периодически выдергивали, там, с камерой, и общались со мной следственные органы, короче, не совсем корректно, но пару раз я, как бы, так, я ощутил на себе, что я уже похож здесь на покрышку от трактора, ну, спина у меня была уже черная, и вся в таких рубцах, ну, от побоев там, и все, я не знаю, что мне не давало, вернее, я знаю, я понял, что, от Бог меня при этом всем берег, ну, для чего, я в действительности, я вот помню это, что я отключался, и, как бы, я не чувствовал той боли, от меня жгло просто, от жгло, так вот жгло, ну, когда я там приходил в себя, это все уже было позади, как бы, от это все, я уже в камере, ну, и меня там пугали, да, страх был, ну, я дуже боялся за свою жизнь, мне, естественно, же говорили то, что, ну, смотри, и, короче, вот эта картина, она продолжалась дуже долго, я вывез, в действительности, за 4 месяца я сидел без выезда с этого КПЗ, потом они уже там возили на тюрьму, с тюрьмы, куча судебных заседаний, я, ну, медленно и потихоньку брал вверх, ну, то есть я брал вверх, я стоял в отказе, я не признавал, я уже, ну, нормально был подготовлен, я изучил там все, все их неизъяны знал, я уже написал кучу жалоб, и, вот, короче, такие ярко выраженные еще моменты, вот, последний суд, я уже, ну, добився своего, можно сказать, вот, ну, тут, вот, на этом суде должны просто поставить точку и меня выпустить, ну, за недоказанием, там, за то, что это самое, я, ну, как бы так еще и тоже, ну, вот этот Новый Завет был всегда у меня, я его читал, там, я уже так вот приехал в зал суда, ну, мне хотелось, я же до этого там готовился, так, и хотел там, чтобы что-то там, какие-то, подтянуть каких-то, ну, правозащитников с камерой, думаю, чтобы там это, ну, вообще, хорошо, когда я приехал, ну, в суд, там не было никого, ну, в суде, в зале суда сидел, была судья, сидел прокурор, ну, и общественный защитник, и я в клетке один, и больше никого, и, вот, так вот, я помню, как сейчас я опять начал переживать, думаю, ну, как, я шо, ну, неужели я никому не нужен, ну, сразу, так вот, за маму вспомнил, за друзей, ну, че никого нет, че никто не пришел, ну, неужели я вот эту радость буду переживать сам, и, вот, ну, опять, как-то так вот, что-то нахлынуло, что-то нахлынуло так, что я опять начал зевать к Богу, типа, ну, шо такое, вот, шо происходит, шо так, и, вот, в этот момент произошло, таке чудо в моей жизни, шо-то грохнуло, громыхнуло на улице сильно, шо окна в зале суда вот так аж задрожали, ну, и в суде, при этом всем там, ну, она просто женщина-виспуга так кидає моё дело, и говорит, ой, Господи, Боже мой, ну, как бы от страха, ну, для меня это было вдохновение, таке я просто почувствовал, то, что она призвала имя, я, ну, вот, прям, то, что я пережил тогда, в действительности, меня побудило, я не знаю, это было, ну, моим покаянием, опять-таки, я встал, я говорю, я признаю свою вину, запишите чистосердечное признание, я каюсь в этом эпизоде, ну, это преступление совершил я, и вот, ну, я, опять-таки, получил такие облегчения, и для мене это было, ну, не совсем понятно, что я сделал даже, я понимал, что я, ну, только что подписал сам себе этим, ну, с пяти до десяти, вот почему, и, ну, как бы, это, но в то же время мене стало просто так легко, и после этого всего подошел прокурор до меня в слезах, начал обнимать меня прямо через эту решетку, и каже, Славик, я тебя признав, я тебя такого, типа, не ожидал, я все зроблю, ну, ты получишь меньше-меншего, ну, так вот, все, судья там тоже, как бы, с этого момента, вот, они там улыбаться начали, то их уже так бы, как бы, они понимали, что я, ну, победил их неправдой, ну, все равно я уже там обжаловал все, все это самое, я признал свою вину, и поехал в лагерь, ну, короче, у меня было уже почти годы восемь отсижено, вот на тот момент, дали в действительности прокурор, сдержав свое слово, и мне дали, ну, меньше-меншего, вменили статью, короче, и дали два года по этой статье, ну, и я поехал в лагерь, ну, там дальше потом тоже такая история уже, и вот, когда я приехал, приехал я опять же таки в тот самый лагерь всякого освобождался, и, ну, вот, это люди смотрели на меня с другими глазами и думали, что я дурил, да, как бы, одно из вот, ну, таких свидетельств, там, ну, много было в моей жизни, я начал в лагерь, я бросил курить там, я начал работать над собой, я начал ходить там в собране, ну, когда вскоре освободился, где-то на свободе опять-таки вот эти огни яркой жизни, захотелось хорошей, там, где-то это, я опять все-таки, ну, буду честным, я кисть, ну, то есть, тратил, где-то грех все равно мне увлек, я опять увлекся в это, но борьба за жизнь уже продолжалась, я, то есть, я уже не хотел, ну, ну, во мне уже жило то слово, я уже, вот, жив с ним, и старался исправиться, ну, опять-таки, дошло до того, я пытался исправиться своими силами, я думал, что, я смогу тормознуть, если я женюсь, я женился, потом второй этап, я думаю, если у меня появится ребенок, ради якого я буду жить, я смогу точно, у меня появился ребенок, это меня дуже смотивировало ехать на реабилитацию, рождение дочки Ани, ну, смотивировало меня то, что я поехал на реабилитацию, ну, первая реабилитация, я изначально себе поставил неправильный, ну, то есть, неправильно ее построил, но я думал, что я спрыгну и приеду, мне надо быстро, потому что жена сама не справится, ей надолго одну оставлять нельзя, мне там это, ну, получилось так, что я поехал, сбил дозу, приехал назад и в то же самое болото, ну, борьба за жизнь, ну, в мою жизнь уже прошел Бог, я уже, ну, я уже был, ну, как бы, мы постоянно борьба, я уже не хотел, я уже, короче, когда даже наполненный, у меня были разговоры про Бога, я уже больше разговаривал, ну, там, о том, что я прочитал, где-то все, и опять-таки мы приняли решение уже вместе с женой ехать на реабилитацию, ну, там тоже такая история, как бы, поехал на реабилитацию, тоже реабилитация 4 месяца, я, ну, нас раз, ну, Вера, моя жена проходила, в женском центре реабилитацию, я в мужском, ну, вот, вона сорвалась, уехала домой, я после этого еще остався на реабилитации, ну, вот этот момент, то есть я опять-таки не смог оставить, я, короче, начал бороться в этом, я, ну, неправильно поступил, я поехал за нею, ну, и в итоге меня еще раз приземлило, это, опять-таки, с одной стороны хорошо, но я сел в тюрьму на два года, я сел еще разок в тюрьму на два года, ну, в этой, ну, там я уже, как бы, все равно, ну, то, что произошло, я вышел с тюрьмы, я отсидел этот срок, вышел с тюрьмы, и, шо ж, ну, дальше все тоже, уже вера моя там в системе, давай там дальше, ну, продолжение, как бы, не совсем хорошее, при этом все наркотик, 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 ну, вот тут вот, и я в итоге потерял и семью, и ребенка, от меня, ну, короче, я опустился на самое дно, я опустился на самое дно, и, ну, от меня отвернулись все, от меня отвернулася мать, от меня отвернулася вера, от меня отвернулася все, я стал, ну, конченным преступником и наркоманом, я людей не считал за людей, меня тоже, наверное, никто не считал за человека, я и шел, ну, кроме преступлений в моей жизни не было ничего, и самое хуже, я понимал, что я иду на смерть, я шел на смерть, и каждый день меня не радовал, не радовал вообще, ну, как бы, я уже, ну, не говорю о тех дозах, о тех всех проблемах, которые были в моей жизни, я, короче, чтобы уже как-то там выпетлять, я стоял уже на программе на метадоновой, и вот в один прекрасный момент я утром шел на программу и встретил верующего человека, ну, он меня встретил, и он вот говорит Славе, ну, глянь на себя, ты ж мы тебя знаем, я там это, ну, ну, а я где-то в момент был в жизни, где, когда я освободился и пытался удержаться, я пішел в церковь, я с этим человеком, ну, ездил на ту диспансер там проповедовать, я там на 12 отделение, ну, это наркология, ездил проповедовать, ну, он видел меня, как бы мы с ним это, он меня где-то зажег, он говорит, я ж тебя знаю таким, ты же это самое, и в действительности это в очередной раз, ну, я сокрушился, я прямо там, я даже не дошел на программу, я, ну, сел прямо на сварку возле его, говорю, давай что-то делать, решай там это. Ну, и, как бы, сам себя начал выбирать, что еду на рыбцентр, на той, где я был, там 4 месяца, там хорошо, там меня уже знают, я там уже почти служил, и то самое, ну, оказалось, что там меня отказали. Ну, так произошло, что отказали, там говорят, ну, при этом всем я тут и отправил просто, ну, ну, дуже мий близкий друг, який, ну, мы кололися с ним вместе, там все, он там уже, как бы, проходил реабилитацию, уже начал служить, ну, просто решение директора центра сказал, что вам двоим тут нельзя, там, да и в нас и мест немало, ну, меня отказали. Ну, и вот так вот, десь Олегу в руки попала Руслана визитка. Да, ну, Олег первый позвонил Руслану, директору сейчас центра, в котором я прошел реабилитацию, позвонил, ну, я, как сейчас помню, Руслану ответил, ну, то есть, если он там принял решение, пусть позвонит, ну, чтобы не за него звонили, типа, ну, я должен сам позвонить. Ну, после чего я сам позвонил, я в действительности сделал решение и принял решение изменить свою жизнь и вот это отказаться от всего этого прошлого, поменять жизнь. И я уже знал и понимал, что, ну, то есть, сам я ничего не смогу, что мне надо идти за Богом, что без Бога у меня ничего не получится. И вот, когда я приехал на реабилитацию, да, было тяжело, было там, ну, то есть, эти все абстиненции, я это все пережил, но, слава Богу, на сегодняшний день я благодарен тому, что я прошел реабилитацию, да, у меня, я не скажу, что мне было, ну, легко, были моменты какие-то не совсем даже уместные, ну, то есть, допускали какие-то падения, ну, сейчас я просто-напросто понимаю, что вот я прошел из смерти в жизнь. И самое большое мое свидетельство, что у меня появилось желание жить. Если я раньше просыпался и я не видел ничего хорошего, меня ничего не радовало, меня ничего, ну, короче, не останавливало, то сейчас я просто-напросто, каждое утро встречаю радостно с Богом. И у меня всегда есть за что благодарить людей, люблю, Бога люблю, семью свою люблю, Он дал мне любовь. Аминь. Так тихо, что слава Божья подтверждалась, в мелом мире, поверят, так что, ребята, кто находится на реабилитационном центре, это хорошо в действительности, не все так плохо. Можно вопрос, да? Да. Посоветую братьям, которые тоже проходят сейчас реабилитацию, какие ошибки ты допускал и которые сейчас просто советуешь избегать этих ошибок, которые приводили тебя к отступлению? Вот мое личное такое, я изначально спешил, хотелось бы быстрее, хотелось бы быстрее, где-то не всегда получалось доверить. Я помню хорошо о сроках, на реабилитации часто там срок реабилитации 6 месяцев, и вот люди зачастую, братья ставят себе вот это вот, вгоняют себя в эти ранки, что вот я 6 месяцев пройду, то есть, ну и получается продержаться это. а выходят и в первый же день, ну находят себя в другом. Второе, ну по-любому братья, прилипляйтесь к служению. Ну такие вот, как бы, ну рекомендация такая, что надо служить, надо служить и надо, ну то есть, надо отдать вот это все, прошлое отсекать и идти вперед, ну доверить Богу, то есть, ну Богу доверить, как я тоже прошел, я же, ну, как бы ничего не знал о Боге, вот пока не начал считать. Ну надо считать, надо доверять, надо просто-напросто слушать наставников. Ну, в действительности, то есть, вот эти все моменты, где-то переживаешь, где-то, вот я помню хороший такой сюжет тоже на реабилитации когда-то, ну, не все меня устраивало, и вот в этом всем надо находить для себя плюсы. И разговор был у меня, ну, тоже со служителем, с Артемом, и он говорит, Славик, возьми себе в руки, вот возьми себе в руки, продержись месяц, чтоб ты бы перестала там кумарить, потом месяц это самое, я вот слушал его, и для меня это был космос, он думал, два месяца, как это два месяца терпеть, это вот так вот терпелый, вот это мне не будет рассказывать, то делай, то не делай, я вот это два месяца, поэтому вообще мог уничтожиться, но на сегодняшний день, слава Богу, я прошел эту реабилитацию, я полтора года был на центре, ну, с этих полтора года я и реабилитировался, и служил, это в совокупности, полтора года, и я, ну, не жалею об этом, что моя реабилитация я заняла полтора года, я об этом не жалю, хотя изначально я неправильно к этому подходил, я думал, что там месяц для меня это было очень тяжело подумать даже, как я буду, ну, два месяца, это вообще типа для меня было страшно подумать даже о таких сроках. Он переходит в этап адаптации, и вот он, мы уже сняли квартиру, это в центре города, хорошая трехкомнатная квартира, где славик хочет перевести свою семью, маму с дочкой, восстановить вот эти законные отношения, право на ребенка, и славик, знаешь, что хочу тебе сказать, что написано в слове Божьем, что очи Господа обозревают всю землю, для чего? Не для того же, чтобы посмотреть, что ты смотришь, что ты слушаешь, чем ты занимаешься там в квартире в свободное время, да, а чтобы поддержать тебя. Еще сердце верно, вполне, ну, Бог, понимаешь, чтобы поддержать. И хотелось бы, чтобы действительно вот это время для тебя, которое ты провел, которое тебе будет впереди еще, это большая ответственность забрать сюда семью, обеспечить и все. Славик не оставляет служения, он будет участником всех служений, просто на него еще возлагается новая ответственность, новый этап его жизни. Это не только за свою жизнь, это и за ребенка, и за маму. Так что давай, Славик, помолимся за тебя, пускай Бог благословит. Это серьезное решение, он хочет забрать родных и близких, и они будут. Да, дайте им, конечно. Ну, я тогда это самое всегда, если вихожу сюда, то, наверное, начну с того, что всегда есть для чего покаяться, то есть весь тот грех, чтобы остался в действительности за плечами, и до сих пор где-то, может, в глубине души есть темные какие-то моменты. И, ну, каюсь перед вами церковь, что в действительности где-то у меня все равно, ну, в душе есть что-то, где-то какие-то непрощения были, разные ситуации на центр происходили. Я, ну, выношу это все перед церковью, оставляю сзади. И, ну, большое спасибо. В действительности я понял то, что, ну, я бы с Сербии сам бы этого пути не преодолел бы никак. Ну, смотря на тех ребят, которых уже, ну, не то, что на тех ребят, ну, уже нема на кого смотреть. Ну, их уже нема просто-напросто. Дуже багатьох уже нема. И, ну, только слава Богу и вашей поддержке. Большое спасибо, ну, вам, пастырь, всем. Теперь Руслан, Олег, ну, тут всех по имени, ну, я просто скажу так, большая благодарность для, ну, всей церкови, что вы поддерживаете, что вы в действительности участвуете в моей жизни. Я благодарен вам за это все. Спасибо. Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа, мы благословены в имени Твоем, Господь. И мы благословляем сегодня славу, Господь, так как Ты дал нам власть благословлять. Мы благословляем все сферы Его жизни, Отец. Мы молимся о том, Господь, чтобы Ты действительно устроил вот этот переезд мамы с дочкой, Отец, во имя Иисуса Христа, чтобы они также прилепились к телу Твоему, Отец. Мы молимся о том, Господь, чтобы Ты благословил и устроил здесь ребенка в садик, помог, Господь. будь Твоё устройство, Твоя рука и Твоё содействие, как было раньше, так и по сегодняшний, завтрашний день, оно действительно споспешится и помогает славику во имя Иисуса Христа. Мы молимся в том, Господь, чтобы Его сердце вполне было преданным и верным Тебе Господь во имя Иисуса Христа. Боже, мы молимся в том, Господь, чтобы действительно всё сбылось, только то, что Ты для него предопределил, Боже, пускай всё ветхое пройдёт, всё это греховное, пускай его жизнь наполнится новым всем, новыми чудесами Божьими, этими знаменитыми, твоей славой Божьей во имя Иисуса Христа. Пусть твой порядок устроится будет во всем, Отец. Благослови его маму, дочку, Отец. Вот это решение вопросов в социальных службах, чтобы он действительно мог восстановить закон отношений и право на ребенка Божьего во имя Иисуса Христа. Это новый этап его жизни, Отец. Это новый период, новый сезон. Но ты яви свою силу и славу во всем, Господь. Ты его поддержи, Господь. Ты в виде направляйтесь. Мы благословляем его на эти хорошие перемены. Мы благословляем его на рост, Господь, чтобы он действительно искал тебя, твоего Божия. Все остальное ты приложишь. Мы благословляем именем Иисуса Христа. Слава, Господь, вернодвижения. Слава, Господь, вернодвижения. Слава, Господь. Слава, Господь. Продолжение следует...